75-летний юбилей отмечает Наринмарский объединённый авиаотряд. Поздравить сотрудников и вручить награды приехали представители власти. А те, кто предан небу, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. Сергей Осипенко с детства общался с пилотами и инструкторами. Знал авиационную историю на зубок. Поэтому уже в восьмом классе Сергей для себя решил точно – пойду в лётное училище. Так и случилось. Окончив учебное заведение на высокие отметки, Сергей Осипенко был направлен в Наринмар. Это было престижно попасть в Наринмар, в том плане, что это назвался «Хитрый север». Потому что самое близкое заполярье от Москвы, я-то сам с Украины вырос, ближе всего к родителям. Как бы маленький, 18-19 лет мне было, приехал сюда. Поэтому ближе к родителям, «Хитрый север», вот попал сюда, вот просился. Поскольку училище с красным дипломом закончил, то у нас был свободный выбор, куда можно было поехать, распределиться. Вот и распределился в Наринмар. Выбор был осознанным. Самый первый полёт на вертолёте Ми-2 навсегда запомнился Сергею. Тогда он ещё проходил учёбу и летал с инструктором. На вертолёте Ми-2 полёт в зону с инструктором. Я взлетаю, я смотрю, погода хорошая, солнечная, весна, настроение прекрасное. Я смотрю эти озёра, где я вырос, тут я рыбачил. Всё так красиво, всё после того, как инструктор говорит. Ну, теперь держу управление. Я взял управление на себя, и у меня первый ужас, как он может вообще летать. У меня вертолёт переворачивается, он не висит на месте. Вот это вот очень сильно запомнилось. За 33 года стажа Сергея Осипенко в небе случалось многое, в том числе и спасательные операции. Конечно, самые первые, это ещё юношеские такие впечатления, только начал работать. 91-й год, когда тонул корабль Яхрома, когда спасали. Вот это был самый впечатляющий, конечно. Шторм, ночь, ничего не видно, страшно. В общем, вот это было, самый яркий. А так, вообще я считаю, что если пилот идёт в полёт для того, чтобы совершить подвиг, то это пилот не готов к вылету. То есть у нас не должно быть, все полёты должны быть безопасными, осознанными, продуманными. На торжественном вечере, посвящённому 75-летию со дня образования Наринмарского объединённого авиаотряда, Сергею Осипенко вручили нагрудный знак. Награды Министерства транспорта Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу на транспорте, наградить нагрудным знаком отличник воздушного транспорта Осипенко Сергея Викторовича Старшего Плата. Дата празднования 30 сентября была выбрана не случайно. Именно тогда, в далёком 1946 году, в небо над Заполярьем поднялись первые самолёты. Много времени прошло. Разные ситуации у нас были. Естественно, мы были всегда на острие всех этих перевозок, которые касались нашего округа. Это и доставка почты. Некоторые из вас ещё застали времена, когда мы и кинобанки возили, кинофильмы, лекарства, эвакуация по санзаданиям больных. До сих пор мы выполним их. Поздравить сотрудников Наринмарского объединённого авиаотряда пришли представители власти. Мы гордо несем их в небесах, наше почётное звание полярного лётчика. Поэтому здоровья, счастья вам, вашим семьям, благополучия всем, организаторам всего лётного дела. Потому что, ещё раз говорю, мы все вместе. По традиции, в торжественной обстановке работникам авиаотряда вручили благодарственные письма на грудные знаки и дипломы.